23-й, кажется, день моего Камино. Я не получаю никакого удовольствия. Приблизительно 22 километра без остановки. Место слияния северного и французского пути. А еще знаете, что я не понимаю? Кстати, знаменательное событие. Впервые за все свои Камино. Доброе утро. Вот классно, что нас поселили вдвоем в одну комнату. Этот дядька постоянно очень рано уходит. Он уже ушел. А я могу при свете, никому не мешая, собирать свои вещи. И никуда не спешить. А на завтрак у меня сегодня овсяная каша с курагой и изюмом. И печенье с шоколадным кремом. А еще смотрите, в этом уголку на кухне, где люди оставляют то, что им не нужно, кто-то оставил консервы. Каламар тинта. Вот. Кому-то кальмарчики не зашли. Хотя, может, это не кальмар, это что-то другое. В общем, возьму на обед. Будет мне обед. Ну что, 23-й, кажется, день моего Камино. 7.20. И я покидаю Альберг самый последний. Все давно куда-то ушли. А вы говорите, куда я спешу? Никуда не спешу. Я как раз тот человек, который меньше всех куда-то спешит. Хотя сегодня, по сути, последний день, такой серьезный, сложный день. Не знаю, сложный ли, но длинный день моего Камино. И сегодня я планирую дойти до Монто-де-Гозо. Это уже 5 километров до Сантьяги. И, собственно, все. Завтра утром я уже буду там. Но, несмотря на это, радости у меня особой нет. Не потому, что мне грустно от того, что все заканчивается. А потому, что Камино в последние дни стало каким-то печальным на самом деле. Вот меня многие спрашивают в комментариях, куда ты спешишь, наслаждайся, растягивай удовольствие. Хочу вам сказать, что в последние дни реально удовольствия мало. То есть я не получаю никакого удовольствия. Я не страдаю, но и прям удовольствия нет. Дни стали очень похожи друг на друга. Они прям стали одинаковыми. Они одинаково грустные. Я просто иду куда-то. Ничего интересного не происходит. Пилигримы стали какие-то все недружелюбные. Не знаю, с чем это связано. Я с ностальгией вспоминаю первые дни. Не знаю, первую половину Камино, которая была очень насыщенная, очень интересная. Сейчас и сам путь он такой, знаете. Нет причин где-то остановиться. Нет желания где-то задержаться, с кем-то пообщаться. Ты просто идешь, обгоняешь этих неинтересных пилигримов, которые, повторюсь, недружелюбные какие-то виды. Тоже они особо завораживающие. Поэтому как-то хочется уже заканчивать это Камино. Но оно, собственно, и подходит к концу. Здесь за Боиморто еще одно важное раздорожье. Видите, вот столбик показывает налево. Это один маршрут. И вот еще один столбик стоит, показывает прямо. Это второй маршрут. Я пойду по нему. Почему? Если вы пойдете налево, вы выйдете на французский путь в районе города Арзуа. Если вы пойдете этой дорогой, вы выйдете на французский путь намного дальше. Где-то за аэропортом Сантьяго. Почему я выбираю этот путь? Во-первых, и не во-первых, это единственная причина. И я по этому пути еще не ходил. То есть вот пойду налево, выйду на Арзуа. Я там уже был. И дальше этот тоже путь я ходил. А кто меня знает, те знают, что я всегда люблю все новое. Если есть выбор между тем, где я был и где меня не было, я всегда выберу там, где меня не было. Ну и этот маршрут немного короче, чем через Арзуа. Он как бы немножечко срезает. Но я выбрал его не из-за этого. И здесь нужно учитывать, что поворачиваясь сюда направо, здесь нет никаких хостелов и альбергов. То есть нужно идти как минимум до того самого аэропорта Сантьяго. Там уже где-то есть альберги. Ну для меня это ок, я все равно планирую идти дальше. Поэтому абсолютно подходящий. Ну и написано, что здесь с маркировкой тоже все не очень хорошо. Но у меня есть онлайн-карта. Так что думаю, не потеряюсь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, как и вчера, до ближайшего бара от старта приблизительно 22 километра без остановки Правда, я одну коротенькую остановочку делал на пару минут съесть печенюшки и выпить воды Ну и 22 километра, да, и где-то столько же остается до Сантьяги Что вы там, бродяне? У меня еще 20 км до Сантьяги Ну, я могу туда прийти, но не приду, я остановлюсь за 5 километров до Сантьяга Субтитры создавал DimaTorzok А вот уже и аэропорт Сантьяго показался на горизонте Субтитры создавал DimaTorzok Я уже добрался до места слияния северного и французского пути Северный идет здесь, французский на той стороне дороги, поэтому нам все никак не удается слиться Хотя мой гид показывал, что я где-то там позади должен был перейти эту дорогу Но там не было абсолютно никаких переходов И вообще какая-то масштабная реконструкция дороги Поэтому пока что иду и как-то я должен перебраться на ту сторону Но на этой стороне тоже есть столбики, указатели, все нормально по идее В общем уже скоро я выйду на ту тропу, где наверняка увижу толпы пилигримов Потому что по этому маршруту, по которому я сегодня шел, я встретил аж двоих пилигримов И честно говоря я был удивлен, ну это была пара, они шли вместе Я был удивлен вообще кого-то встретить, я думал только я один выбрал этот маршрут И два велосипедиста еще были, вот собственно и все А с той стороны я уже вижу кучу-кучу пилигримов Ну все, а вот теперь я уже точно слился с французским путем Путем по этой самой дорожке я шел ровно два года назад И я ее кстати отлично помню Капец, я только за 10 минут, которые прошелся здесь по этой части французского пути Увидел пилигримов больше, чем иногда на норте за целый день А еще знаете, что я не понимаю? Вот вышел здесь на французский путь и снова столкнулся с массовыми примерами этого явления Пилигримы идут в наушниках, позатыкают уши музыкой или большие такие наушники идут слушают Я понимаю, я тоже люблю музыку, я с удовольствием слушаю музыку на камину Но, во-первых, включаю это через динамик, чтобы слышать весь окружающий мир И проходишь мимо такой пилигрима и ты даже не можешь с ним поздороваться Потому что он закрылся, он слушает свою музыку и ему на все насрать Я уже практически у альберга Монте-де-Гозе Помню, что перед ним вот есть барчик с магазинчиком Зашел туда, купил себе хлеба, купил пиво и вот те консервы, помните, которые утром я из альберга взял Вот сейчас буду обедать наконец-то, потому что что-то у меня сегодня с обедом не сложилось Сейчас еще и четырех часов дня нету, а прошел я, по-моему, около сорока Кстати, знаменательное событие Впервые за все свои камину я сейчас поселюсь в один и тот же альберг Имеется в виду тот, в котором я уже был Потому что всегда это были разные альберги Ну вот, наконец-то, повторы были Забавно, два года спустя здесь все, та же аспитальера женщина Я ее узнал, все такая же веселая Ой, а я взял свою жратву и сейчас посижу на лавочке и сожру ее Ибо что-то я проголодался Еды, конечно, не густо, но все равно рядом есть бар Если что, там можно поесть, поужинать Ну, допустим, каламар тинта, это понятно Кальмар красный А вот что вот это вот, мне непонятно Даже чуть-чуть по-другому выглядит эта баночка Это импрегует Сейчас посмотрим, что же я буду есть О, прикольно, оказывается, я буду есть шпроты В общем, очень кстати я взял этот хлеб и пивко Ну, допустим, со шпротами я расправился А вот кальмары выглядят как-то совсем недружелюбно Но на деле оказалось очень и очень вкусно При возможности я бы еще такого съел А вот и знаменитая скульптура Пилигримом, который я в прошлый раз не успел увидеть Но на этот раз решил все-таки посмотреть Будем считать, что я уже дошел до Сантьяго за 23 дня Понятно, что если бы я хотел 5-10 километров Я бы сегодня уже был бы там возле того собора Который виден вот отсюда Но я целенаправленно останавливаюсь здесь Чтобы завтра спокойно и обдуманно Войти в этот город Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok